Пяти миллиардов рублей. Именно столько потребуется на исполнение полномочий Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта в 2016 году. Бюджет ведомства подвергли детальному рассмотрению на предмет второго чтения на Комиссии по экономической политике и бюджету. Некоторые статьи расходов депутаты отказались согласовывать. Так, несогласованной осталась одна из самых больших расходных статей субсидий юридическим и физическим лицам. Вопросы участников Комиссии вызвало субсидирование в части возмещения недополученных доходов, которые возникают в результате госрегулирования цен и тарифов на электроэнергию. С 1 июня 2016 года стоимость киловатта для прочих потребителей составит более 38 рублей против 6 рублей за киловатт в городе. Закономерный вопрос возник у депутата окружного собрания, председателя Совета Окрпотребсоюза Натальи Кордаковой. Как же быть хозяйствующим субъектом, которые работают на селе? Стоимость электроэнергии с 2010 года для них возросла уже более чем в 100 раз. В Хлебе электроэнергия топлива уже стала занимать 20%. Это ведь ненормально. Надо каким-то образом прийти к решению, или тогда субсидировать, например, Север-Желухом сервис. Никто ведь не говорит, что хозяйствующие субъекты. Но надо как-то сдерживать это. Ведь на самом деле у нас сегодня на селе остаются одни бюджетные организации. Вне бюджета скоро не будет. Когда мы говорим, что в городе 6, а там 38, вот и все. А вот каким образом сейчас, когда мы говорим и обсуждаем с соседей юридическим, физическим лицам, то надо подумать о возможных и прочих потребителях, потому что им-то как в этой ситуации быть. Им же сегодня необходимо решать те насущные проблемы и вообще просто выживать. Поэтому эта тема, она все-таки злободневная. Поэтому, наверное, спределось, что вот это, в качестве возможной рекомендации, надо администрации все-таки здесь предусмотреть, чтобы проработать данный вопрос и каким-то образом решать его, надо заморозить тарифы по возможности, возможно, посредством субсидий. Сумму расходов в 1 миллиард 93 миллиона рублей по статье о субсидии юридическим и физическим лицам депутаты не согласовали и поручили департаменту дополнительно поработать над этим вопросом.